Продолжение следует... А в Лас-Пальмасе вам примерно 15-16 партий тоже придется играть? В Лас-Пальмасе 15 партий, выезжаем мы вместе с экс-чемпионом мира Михаилом Талем, ну и, конечно, надежды у нас есть. Скажите, пожалуйста, Анатолий Евгеньевич, значит, примерно будет 35-36 партий. Это годовая или полугодовая карповская норма? Ну, у меня нормы повышенные. У меня нормы повышенные. Вообще, планы такие. Я после турнира в Лас-Пальмасе еще в ближайшее время сыграю в одном соревновании. Это турнир 60-летия советской власти в Ленинграде. Турнир крупный, международный. Надеемся, что будут все 18 гроссмейстеров. Ну, а значит, Карпов, как чемпион мира, последовательно придерживается своего принципа. То есть, поддерживать отличную спортивную форму, играя в турнирах. Да, действительно. Действительно, я принял эту линию и стараюсь ей придерживаться. Играть в соревнованиях, ну, это только внешняя сторона большой работы, поскольку очень многое остается за сценой, за шахматными выступлениями. Это большая черновая работа, которой занимаются все ведущие шахматисты мира. Да и просто гроссмейстеры, мастера и любители шахмат. Анатолий Евгеньевич, сами понимаете, что Вы доставили огромную радость любителям шахмат и своим творческими, и спортивными результатами. Поэтому в заключении вопрос уже непосредственно связанный с матчем на первенство мира, с тем, что Вы должны будете защищать свое звание. Видимо, уже начнется подготовка непосредственно к весне будущего года. Это и осенью у Вас. Конечно, подготовку нужно начать конкретную как можно быстрее. Но, к сожалению, пока сроки проведения претендентских матчей затягиваются. Поэтому, по всей видимости, только к Новому году определится претендент. Но, конечно, я начну конкретную подготовку раньше, когда определятся уже два финалиста. А сейчас работа идет, она повседневная. И это тоже подготовка. И это тоже подготовка, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова